Девушки отдыхают Потому что Бог призывает нас к себе И нам для этого нужна вера Без веры невозможно угодить Богу И Бог поэтому говорит нам снова об этой теме Тема будет называться «Вера или неверие» Мы всегда стоим перед выбором Верить или не верить Согласиться с Богом или согласиться с дьяволом Знаете, часто можно увидеть, верит человек или нет Через то, что он говорит То, что у человека наполнено внутри То, чем он наполнен Можно узнать из его слов Что он говорит Знаете, вера Она всегда несет силу Божию Она несет положительную энергию Не веря Отрицательную энергию И мы сегодня Знаете, и мы всегда стоим перед выбором Верить Богу или отказаться Верить то, что он предлагает Или отказаться Знаете, Бог многим людям предлагал Прекрасные жизни Прекрасные планы Но многие из них отказались Бог даже для Адама с Евой Приготовил прекрасную жизнь Они отказались Бог для многих людей готовит Прекрасную жизнь Если мы посмотрим В его планы Что он для нас имеет Там нет ничего ужасного Там нет ничего кривого Там нет ничего То, что может нас Сломать Там только жизнь И счастье В этих планах Представьте Вы живете Живете и радуетесь И наследуете счастье И верующий человек Он должен быть счастливым Потому что То, чем человек наполнен То, тем он и будет делиться Человек верующий Стал от Бога верующим Такого не бывает Что человек жил без Бога И вдруг уверовал Вне Бога Просто уверовал Нет Мы каждый Кто родился свыше Кто уверовал в Бога Мы от Бога родились И мы в себе Внутри Имеем его природу А его природа Это радость Если вы хотите узнать Какой Бог То Все, что связано С радостью Это Бог Царство Божие Это праведность Мир И радость Во Святом Духе Там нет стресса Там нет паники Там радость Там счастье Там спокойствие Там нету Знаете Вот этого Ужаса какого-то Ожидания Какого-то наказания На какого-то суда Там этого нету И в Боге Все Сошлось Знаете И всегда И было Все самое лучшее И когда мы верим В Бога То мы черпаем Оттуда силу И мы берем От него Самое лучшее Знаете За нашу жизнь Человек Не рождается С верой Или с неверием В сердце Он приобретает Это при жизни Он приобретает Через то Что слышит Через то, что видит Через то, во что обжигается Обо что-то негативное Или обо что-то позитивное Многие люди У них есть негативный опыт жизни Например Не доверять людям Но вообще это мудро Не всегда открываться И не каждому Например Иисус написано Не вверял себя никому Потому что знал Что в человеке Знал Чем это закончится Как только бесы видели Иисуса Они его выдавали Но это нельзя было делать Они выдавали И мешали ему Они кричали Ты Христос Сын Бога Живого И так далее Но даже еще Иисус не начал проповедовать Иисус должен был бы Подготовить людей А так знаете Христос Там Все Баламутили Господь сегодня Желает с нами Лично Коммуницировать Сотрудничать Для чего? Для того чтобы Благословить нас И подготовить нас К вечной жизни Знаете У нас есть утешение У нас у верующих людей Тоже есть проблемы Это не секрет У нас есть тоже вызовы У нас есть трудные ситуации Но у нас есть Знаете То чего у нас раньше не было Когда мы были неверующими Это утешение Это внутреннее утешение Знаете Вот мы живем жизнь Да Мы же все проживем жизнь Но после этой жизни Вот то что нас утешает Что нас ждет Господь Что мы будем жить с Господом Что у нас будет замечательно Все на небесах И на небесах С Господом Не может вообще быть Никак по другому Там будет только Потрясающе и замечательно Поэтому кто еще Не сделал это решение Принять Иисуса Христа Послушайте В Бога не просто надо верить Его надо принять Многие те кто верят Будут жить без Бога В вечности Потому что не приняли его Написано что пришел к своим И свои его не приняли Но тем которые приняли Бог дал власть Называться и быть детьми Божьими Если вы при жизни Не стали детем Божьим Если не родились от Бога Значит вы не будете с ним и в вечности Поэтому поспешите Если вы еще какие-то можете дела отложить Все отложите в сторону Более важных вещей нету Это ваша вечность Нельзя с этим это откладывать Нельзя с этим тормозить Это надо делать сразу Когда вы слышите внутри вашего сердца призыв То сразу принимайте Действия делайте Как написано Блудный сын Он думал Вот пойду к отцу моему Написано Встал и пошел Можно думать Можно планировать Однажды я уверю в Бога Однажды я приду в церковь Однажды 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 Стань Пойди И сделай Прими Иисуса Христа Сделай это Сейчас Сделай Не думай что Есть какое-то правильное время Есть какое-то неправильное время Время Когда ты слышишь И когда Бог тебя касается Это самое правильное время Принять осознанно Иисуса Христа Послушай На небеса Никто по ошибке не попадет Анатолий говорил Что мы идем за Христом Вы представьте Мы идем за Ним Он не тащит нас Он не заарканил нас Он не надел нам наручники И знаете Пристегнул и идем А у нас знаете Иисус А что если у меня другое желание Нет Написано что Пастор идет впереди А овцы за Ним идут И он играет на этой свирели На дудочке И овцы идут за Ним Вот так всегда и есть Что он идет впереди И все остальные бегут за Ним Овечки бегут 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 за Ним Потому что знают этот звук Знают все Про своего пастуха Он не тянет нас Как бы силой Он привлек нас любовью И то И знаете У нас всегда есть Что с чем сравнить Жизнь без Бога Жизнь до Бога И жизнь вместе с Богом И я могу засвидетельствовать Лично Что жизнь с Богом Она прекрасна Каждый человек был создан С большим потенциалом веры С большим Вот знаете Когда Бог сотворил человека У него не было никаких сомнений И у Евы тоже не были сомнения Сомнения принес кто? Подскажите Дьявол Сатана Он приносит сомнения То есть человек Когда рождается в этот мир У него нету Знаете Никаких вообще проблем Но все проблемы приходят От той информации Которой мы Которой мы заражаемся Почему мы не можем поверить В какие-то большие чудеса Что человек Например Вообще без глазных яблок Может читать Библию Вот мы говорим так Господь Знаете У нас свой почему-то план Как бы Свой чертеж Как Господь должен сделать Господь должен подойти Возложить руку Помолиться и сказать И человек У него появляются глаза Я слышал Я слышал что человек Без глазных яблок Мог читать Библию Я слышал такое чудо Я слышал чудо Что Бог разделил Сиамских близнецов Вообще это невозможно Вообще это страшная Вообще картина Но Через одного человека Бог действовал И она помолилась Эта женщина И Бог Разделил Как это было Я не знаю Но мне легко В это верить Почему Ну потому что Бог создал Во-первых Человека Во-первых Если вы изучите Как ребенок появляется Это чудо Из ничего практически Появляется человек И потом ты смотришь Что он вырос Оказывается Он практически Из ничего получился Это уже чудо Когда ты изучаешь Как было все сотворено Тебе нетрудно Поверить В какое-то чудо Ты просто Удивляешься каждый раз Когда ты слышишь О каком-то Невероятном чуде Но у тебя нету Протеста внутри О это невозможно Зачем Богу это делать И так далее Нет Ты просто удивляешься Вау О Но Ты не говоришь Не я не верю Я все верю Потому что Бог может все Никогда не будет Спрашивать ни у кого Что значит верить Вера и неверие Живут в человеке То на что человек Смотрит Знаете вера приходит От слышания Слова Божьего Библия говорит Но Еще так же На что человек смотрит От этого приходит вера Когда Петр Мы знаем всю эту историю Он вышел из лодки Пошел по воде Написано Когда он смотрел на Иисуса Он шел И от Иисуса исходила Невидимая сила Которая давала ему способность Ту же самую способность Идти Какая была и у Иисуса Он Во-первых Сначала услышал Слово Божье Он пообщался с Богом Он принял Он получил Приглашение Даже повеление Иди Он принял Это легальный документ Что он может идти Так же по воде И после этого Пошел Знаете Многие люди Сами Самовольно Пытаются поверить Без Бога И у них провалы И потом Разочарование Не иди И не выходи Из лодки Если ты не услышал Слово Божье Тебе нужно Вначале Услышать Что Бог С тобою Бог за тебя И Бог тебе Разрешает И есть цель У этого Охождения По воде Есть цель Это встреча С ним Если же В твоем сердце Есть какие-то Мотивы Какие-то Нечистые Мотивы Чтобы кому-то Показать Кому-то Доказать Что-то У тебя Не получится У тебя Неправильный Мотив Мотив Должен быть Даже если Ты вышел Из лодки Идешь По воде То есть Живешь Сверхъестественно Какие-то Чудеса Происходят То это Для того Чтобы встретиться С Иисусом И вот Посмотрите Когда Петр Смотрел Написано Он услышал Только Слово Из трех Букв Знаете Иди Все Там не было Длинного предложения Там не было Нечего было Обдумывать Там был Просто Загорелся Зеленый свет Тебе решать Что делать С этим Зеленым Светом Библия Тебе Много Раз Дает Зеленый Свет И ты Такой Поверить Не поверить Поверить Не поверить И вы знаете Что Петр Он поверил И он поехал Пошел На этот Зеленый Свет Но потом Загорелся Красный Свет Послушайте Если Бог Не включал Этот красный Свет Нам не надо Обращать Внимание На этот Красный Свет Дьявол Конечно же Включит Тебе Красный Свет Конечно Он тебе Насвистит Конечно Он тебе Там и ветер И волны Нагонит И он тебе Расскажет Как он тебе Расскажет Буря тебе Расскажет Что тебе Пришел Конец Но это же Дьявол Рассказывает Причем Здесь он Он вообще В нашем Проекте Между Между тобой Нагонит Нагонит есть чудесный план, давайте мы, знаете, ничто так сильно не радует Бога, как вера человека. Вера человека это доверие Богу. Вера это доверие Богу. И ничто так сильно не огорчает Бога, как неверие. Вот вы думаете, какой самый страшный грех, который может огорчить Бога? Это неверие. Это просто, когда ты говоришь, я не доверяю тебе. Ну, представь, ему доверяют небеса. Он создал всю вселенную. Он создал тебя. Он тебя всю жизнь хранил. И вдруг в какой-то ситуации ты говоришь Богу, который тебе сказал что-то сделать, ты говоришь, я не могу довериться. Я не могу послушаться вот в этом. Ты рвешь вот эти все отношения. Ты рвешь, и под тобой открывается люк, и ты проваливаешься. Все, кто не верят, проваливаются. Сто процентов. Петр провалился. К счастью, его Иисус спас. Но будут сыны царства, они будут провалены в ад, будут низвержены, как Иисус сказал, они будут низвержены в огонь. Представьте, сыны царства. Иисус говорит, придут от востока и запада, и возлягут с Аврааном, Исааком, Яковом. А сыны царства низвержены будут в гену огненную. Низвержены. Под ними открывается что-то. И как сыны Кореевы. Под землю прямо в ад. Вы можете думать, есть ад, внутри земли нет. Какая разница, если вы провалитесь и полетите вниз. Давайте откроем местописание. Матфея, восьмая глава. Здесь мы будем читать о потрясающем происшествии, о потрясающем примере веры. Матфея, восьмая глава, пятый стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит. И слуге моему, сделай то и делай. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. Он был потрясен, Иисус был потрясен. Тут не просто, знаете, Иисус сказал, о, классно, ты сэкономил мое время, спасибо тебе, что мне не надо было мотаться. Ты поверил, что я могу на расстоянии исцелять? На расстоянии исцелять, Бог прямо сейчас кого-то может исцелить. Прямо там, где вы есть, на расстоянии, Божье исцеление может дать вам, Божья сила может дать вам исцеление. Можете исцелиться, может решиться ваша проблема, ваш долг может быть аннулирован, Бог может дать вам прямо сейчас формулу какую-то, какой-то ответ, может прямо в вашем разуме написать ответ. Часто мы страдаем, потому что чего-то не знаем, из-за незнания мы страдаем. Прямо сейчас принимайте. Здесь Дух Божий, здесь Царство Божие, здесь атмосфера, потому что мы говорим об Иисусе. И мы собрались во имя Иисуса, поэтому Он здесь. Посмотрите, сотник подошел, сотник подошел. Иисус сказал в 13 стихе, и сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. В тот час. Проблема могла не решиться вообще, но решилась за какие-то считанные секунды. Сколько заняла вот эта ситуация, сколько по времени? Раз, два, три. Готово. Все, решилась проблема. Многие люди ходят с болями внутри, с болезнями. Многие люди живут в нищете, многие люди живут в разрухе. И ничего не меняется годами. Ничего у них не меняется. И у них даже нету просвета. Одно дело, когда ты проходишь какой-то, знаешь, там сложный момент в жизни, ну ты знаешь, будет просвет. И это постоянно у тебя происходит. Бывает трудно. Потом реальный просвет, восход и так далее. Но многие люди живут в темноте, в депрессии, в нежелании жить. У них нету желания жить на этой земле. Бог подарил жизнь, и они не хотят жизни. Они не видят смысла в жизни. Вот так может решиться ваша проблема, если у вас будет вера. Вера решает проблемы. Что, послушайте, в этой ситуации написано, что этот слуга лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Представляете, и сотник, у которого сто человек в подчинении римских солдат. Не простых там новобранцев, а римских солдат. Целый отряд. Он уже не может выдержать, сам сотник, видя, как его слуга страдает. Вот эти все боли, может этот весь пот, который выступил, температура, как его там крутит, как его там колбасит. И знаете, вот с этой проблемы подвигают нас к Богу. И иногда мы, конечно, не любим проблем, но именно проблемы нас подвинули к Господу. Нету ни одного человека, кто пришел бы от легкой жизни, от счастливой жизни к Богу. Нету таких людей. Кто живет легкой, счастливой жизнью, они продолжают жить без Бога. Поверьте. Но когда ты задумался, когда какая-то у тебя была, какая-то скорбь в жизни, проблема, ситуация, именно это подвигло тебя ко Христу. Поэтому мы иногда молимся, Господь, забери проблемы, но что тогда тебя будет связывать с Богом? Можешь ли ты жить с Богом и остро нуждаться в Иисусе, если у тебя не будет проблем? Если это так, ты замечательный человек, ты совершенный человек, ты без проблем. И знаете, да, это можно, можно, когда огонь Божий горит внутри тебя. Когда ты влюбился в Бога, это другой уровень, это зрелый уровень хождения с Богом. Когда ты уже не просто от проблем, от безденежа идешь к Богу или от болезни идешь к Богу. А когда ты просто у тебя все есть, но с Богом у тебя как бы появилась дистанция, и ты от этого страдаешь, и ты снова идешь к Богу, потому что ты к Нему уже привык, ты влюбился, и ты не можешь жить без Него. Другие люди смотрят на тебя и думают, как замечательно ты живешь, у тебя все есть, ты классно живешь, а ты как бы смотришь на все это и говоришь, да это ничто по сравнению с Иисусом. И мне без Него, если я с Ним не общаюсь, если Он не говорит мне Слово Свое, если Он не открывается мне, мне плохо. Другие люди скажут, с виду у тебя вообще классно все. Как тебе плохо, а как же тогда другому? Нет, люди не понимают. Люди не понимают, что когда происходит разрыв с Иисусом, да? Ведь мы же когда покушали, мы же через 4 часа голодные, у нас такая острый голод наступает, и обед прямо внутри кричит. Знаете там, уже счет пошел, 10, 9, 8, мы знаем, что в это время мы будем обедать. С Богом так же. Ты не можешь пообщаться и накопить это общение, чтобы тебе хватило на месяц. Тебе каждый день нужно собирать эту манну, каждый день ее нужно собирать с утра, потом она тает. Если ты набрал больше, это пропадает. Нет такого понятия, что ты запасся Богом, как медведь и лег в берлогу, и тебе этого хватает. Каждый день тебе нужно иметь встречу с Богом и общение. Для чего? Для качественной, хорошей, благословенной христианской жизни. Многие, конечно, могут там страдать анорексией уже духовной, дистрофией духовной. Они худые, больные и уже такие изнемогшие. Не от того, что им кто-то помешал, от того, что у них просто нет желания идти и обедать, как Анатолий говорил, со стола. Сегодня у нас будет шведский духовный стол. И бери, шведский стол, это не там, где тебе официанты приносят. И вот такое блюдо тебе. Я такое не хочу. Нет, шведский стол, это куда ты подходишь и сам выбираешь, что тебе есть. Аллилуйя. Если ты будешь верить, что Бог есть и ищущим воздает Он, то ты получишь ответ. Если ты будешь верить, что Бог есть, но Он не воздает, ты ничего от Бога не получишь. А Он приготовил для тебя много подарков. Он приготовил для тебя прекрасную судьбу. Представьте, Он расплатился с сыном за твою потрясающую жизнь. Но что там может оказаться подвоха? Какого? Какой подвох может там оказаться? Что плохого может оказаться, если наказание пало на его сына? Тебя Он полностью освобождает. Тебя Он полностью прощает и дает тебе вот этот путь веры. Помогает. Помогает тебе. Вера. Верой мы общаемся с Богом. Как ты общаешься с Богом? Что он приходит тебе в виде человека и ты с ним общаешься? Нет, я общаюсь верою. Бог дал мне это. Веру невозможно вот найти физически показать. То есть какое-то действие происходит. Человек что-то говорит. И тогда можно увидеть, а, у человека была вера. Или наоборот. Человеку говоришь, начни вот так делать. Начни вот так делать. И он говорит, да я не могу, да я не верю в это все. Да все это болтовня только. Видите, у человека не веря. А не веря, это ты уже в цепях. Ты как бы отказываешься от Божьего плана и соглашаешься на план дьявола. Но ты задумайся, что он тебе дает тогда? Что он тебе дает? Кроме цепей, кроме скованности, кроме разрухи, кроме печали. Что он тебе дает? Какой смысл неверия? Какой? Какой плод у неверия? Нету никакого плода. У веры есть всегда. У одного священника спросили. Вот смотрите, человек верил, верил, умер и не получил ничего. Какой смысл тогда верить? А он отвечает и говорит, лучше умереть в вере, чем в неверии. Потому что то, что обещал Бог Аврааму, написано, Авраам отец веры, все, кто верят, считаются его детьми. Представьте, Бог сказал, я тебя благословлю. Вы думаете, он получил все только на земле? Этот подарок не вмещает вселенное. И вы думаете, что Бог, он смотрит только на нашу физическую жизнь? Его подарок настолько был огромный, который он Аврааму хотел подарить, что он на тысячелетия растянулся. Вот просто представьте, если, например, ваш подарок не помещается на большом стадионе. Вот такой подарок огромный вам подарили, что даже стадион не вмещается, даже целая страна не может вместить этот подарок. Он у нас такой огромный. Представьте, вот Бог, Он так рассматривает нашу жизнь, что Он такие большие делает для нас благословения, подарки, что они не только здесь на этой земле, что они будут продолжаться и в вечности. И как мы будем благодарить Бога, что мы не все получили на земле, но еще получаем в вечности? Бог обещал ему землю, а он просто топтал эту землю. Он ходил Авраам и топтал эту землю. Но зато его дети получили эту землю. А ведь это все наследие. Бог и растянул на тысячелетия. Не мог все сжать и в одно время все дать тебе. А что Он тебе потом еще даст? У веры всегда есть продолжение, кроме этой земли. И на этой земле Он Авраама так благословил, что Он был самый благословенный. И в вечности, если вы увидите, Авраам очень, весьма благословен. Весьма. А вы его дети. Почему? Потому что вы также согласились с Богом.